Ну а для тех, кто по старинке до сих пор обзванивает каждый автосалон в поисках машины, хотим порекомендовать сервис по подбору новых автомобилей в наличии. На этом сайте собраны цены на реальные автомобили, которые есть в наличии у Недавно у них появился новый функционал. Теперь на некоторые машины действуют специальные цены. Это прямая скидка. Та цена, которую обычно можно получить лишь при визите в салон и торге с менеджером. Так что теперь вы сможете сэкономить еще больше времени при выборе и покупке автомобиля. автоспот.ру. Ссылочка в описании. Итак, сегодня у нас на тесте Volkswagen Polo GT. Злющий Volkswagen Polo GT. Даже седан они его перестали называть, потому что хэтчбек уже давно не продается. Вот с такими наклейками, с шильдиками GT, по бокам, спереди. Просто вы посмотрите. Спорт. Дополнительные какие-то накладки на пороге и бамперы спереди и сзади. Двойной выхлоп. Типа, подобие диффузора даже. Ничего себе. Наклейки, конечно же, супер колхоз. Спучившиеся уже сейчас прямо. Короче, наклейки. Ну, не переживайте. Наклеек я на самом деле в каталоге-то в прайс-листе и не нашел. То есть это уже какой-то дополнительный супер тюнинг, который изобразил Volkswagen. Может быть для того, чтобы машина была еще более броская. Потому что то, что они добавили бамперы, конечно же, такие спортивные, это круто. Кстати, я подошел, ведь наклейку потыркал. А здесь же еще накладочка, типа спойлер. Бексеноновые линзованные фары, друзья. Вот сейчас дальний свет у нас горит. 50 тысяч еще доплатить. И у вас вот такие клевые, в принципе, фары. Как раз о тех, о которых мы в прошлом году и говорили. Вот у нас корпуса зеркала еще черные. Получается из отличий. Итак, внутри. Сразу обращаешь внимание на руль. Вот такой вот подрезанный с надписью GT. В общем, классный руль. И даже нити вас так не беспокоят, как в обычном полуседане. Что изменено по сравнению с обычным полуседаном? Другая обивка. Ну такая, да. Поинтереснее. В стиле олдскульных бабушкиных гольфов GTI. Насчет комфорта внутри есть вопросы. Потому что сидения, они в принципе такие же. Здесь не прибавилось куча боковой поддержки. Как вы видите, вот она такая же, абсолютно одинаковая. То есть сидения поверху, может быть, даже чуть-чуть не хватает. Но как бы устаешь. В них все-таки ты устаешь. Они, конечно, получше, чем на Renault Logo. Но все равно еще нужно над ними поработать. Чувствуется, что машина бюджетная. Но проблемы все те же, друзья. На этом-то все заканчивается, понимаете? А остальные проблемы все те же. Это тот же дубовый подлокотник. Я руку в первый же вечер натер. Вот у меня шишка до сих пор больно докасаться. То есть неудобно вам использовать этот подлокотник. А использовать его придется. Ну, все-таки он сделан на нормальной высоте. Но дубовый. Уже можно что-нибудь-то было подложить. Хоть под специальную версию. Но нет. Пока что денег на доработку не выделено. Главная фишка, пожалуй, вот даже в интерьере вы посмотрите, все на тех же местах, все то же самое. Главная фишка, друзья, это то, сколько машина стоит. Потому что когда мы с вами разговаривали прошлый год, я с очень большим скепсисом относился к цене, которая получится у Volkswagen. Но на самом деле этого не произошло. Потому что комплектация GT, Volkswagen Polo, стоит всего 820 тысяч рублей. Если вы захотите DSG, то вам нужно заплатить будет 880 тысяч рублей. То есть разница даже... Во-первых, машина стоит меньше миллиона. И, во-вторых, миллион она сможет преодолеть планку. Только если вы поставите фары, ESP, все пакеты максимальные. И только с DSG он у вас перескочит за миллион. До этого с механикой у вас этого не получится сделать. И, в принципе, что самое важное, он дешевле Skoda Rapid. Ну, с DSG в одну цену. Но, если вы не хотите комплектацию GT, вы можете взять обычный Highline с этим же двигателем. С механикой или с DSG, друзья. И тогда Volkswagen Polo у вас будет дешевле, чем Skoda Rapid. В этом-то весь и прикол. И самое интересное, то, что вот больше всего у меня вопросов, конечно же, не ко внешнему виду. Мы примерно понимали, что это будет тот же Polo Sedan. Больше всего вопросов к тому, что у нас здесь под капотом. А под капотом у нас 1.4 Turbo. Давайте откроем. Вот он двигатель 1.4. Как долго ты ехал на Volkswagen Polo? Ведь на Skoda Rapid уже давным-давно он стоит. Правда, он стоит там с DSG. А здесь можно заказать еще и с механикой. 1.4 двигатель. Прикольный, классный. На самом деле, достаточно технологичный. Модульное семейство уже новое поколение. Последнее и EA211. У них есть общие особенности. Например, теперь это ременной привод ГРМ. При этом внутри у нас масляный насос, цепной привод. Это интегрированный выпускной коллектор. Здесь же, кстати говоря, сразу у него и турбиночка расположена. То есть, все, в принципе, достаточно... Ну, как бы... Как тут? Стандартно, не стандартно. Стандартно для Volkswagen. Но новые вот эти все фишки. Двухконтурная система охлаждения. Это значит, что в головке блока и в самом блоке у нас разная температура. Соответственно, два термостата в одном корпусе термостатов. В общем, достаточно горячий двигатель, быстро прогревается. Это одна из его особенностей. У него есть дополнительный насос, который гоняет охлаждающую жидкость. Так что с турботаймером, насчет турботаймера, в принципе, можно, наверное, даже не заморачиваться. Самое главное, хотя бы минуту-полторы дать ему еще поработать, остыть. Остальное сделает насос охлаждения дополнительный. Что-то с ними не сделай, Volkswagen. Все равно все будут бояться турбонадува, хотя здесь он одинарный и не так и много сил выдули. Но момента приличная. 200 момента для такой машинки. Это очень круто. И это как раз-таки одна из самых главных сильных черт. То, как теперь эта машина едет. Как гласит рекламный слоган. Аполлоумел! Вот это разгон! Вот это обгон! Кто ожидает такого от полоседана? Уж точно не я! Ну тогда давай с торможением делай! Бодро, бодро, бодро! Нет, извиняй! Съемка! Клиренс великоватый. В поворотах происходит грены такие. Давайте разгон протестируем. Правда, что нам ждать? Море погоды. Мы прямо здесь встанем. ESP off. Выключили. Нифига тебе! Вот это я прошлифовал! 100! Не, ну это было долго. Надо попробовать еще раз. Вот она почти заткнулась. Вторая передача. 100! Как раз я вторую выкручиваю в 100. И это сокращает, в принципе, время разгона до сотни. Посмотрим, как поворотики пройдем. С системой стабилизации не будем выключать. У-ху-ху! Да. Вроде она его поддушила, но не так, чтобы прям сильно обрубила. Просто немножко было. Но такого резкого вмешательства и системы стабилизации я не заметил. Кстати, на третьей как будто тут многовато. Вот так, вторую. Хорошо. С системой стабилизации ровненько прошли. Тормоза. Вот тормоза, да, здесь они, может быть, не сильно хуже корейских, но по именно управлению, такие традиционные, плавнее не сразу хватает. То есть нет такого, что вам придется только привыкать с одной стороны, а с другой стороны ощущение, что они немножко послабее есть. Но это только из-за настройки педалей и тормозной системы. Ну, по интерьеру, если будем говорить, то все на своих местах. У немцев хорошо, молодцы, жестко. Но, однако, достаточно эргономично. Все видно, все понятно. Режимы отдельно можно протыкать. Прекрасно. Экранчики, суперконтрастные дисплеи бортового компьютера и климат-контроля. Но, однако, Logan вот уже вообще смеется очень сильно вот над размерами всех этих мультимедийных систем. Да, он смеется не только над Полом, на самом деле. Он смеется еще и даже над Элантрой, которая выше класса. В общем, с этими дисплеями. Ну и на самом деле уже как-то и обращаешь внимание на звук. Потому что звук тоже что-то не дотягивает до тех 800-900 тысяч, которые стоит этот автомобиль. Вот так вот придрался в Полу-GT к мультимедиа-системе и звуку аудиосистемы. Прикольно. Подлокотник, да, мы помним, регулируется по высоте ступенчато. Бьет в ручник в самом нижнем положении. В общем, ну, что с этим сделать? Ничего не сделать. Вот она бархоточка здесь внутри. Этот подлокотник, то есть, чтобы нормально орудовать механикой, вам нужно этот подлокотник убрать. Он слишком высоко. Как-то неестественно кажется. Вот эту пятую, шестую включать неудобно. В принципе, ну, радует то, что облоев нету нигде. То есть, хотя бы на этом спасибо. Немцы за этим следят. Это вам не франция. Как-то все-таки немножко качества они привнесли. И вообще огромный плюс, просто гигантский плюс, что они привнесли качество именно там, где вы беретесь к органам управления. Кнопочки прикольные, да? Руль классный. Рычаг нормальный. Не болтается, не здоровый, не какой-то там с выпендрежем. Здесь окей. Здесь молодцы. Давайте запустим еще двигатель, посмотрим, как он работает. Быстро очень заводится. Вот прям трать. И не слышно, самое главное. Так вот подсокивает. да ну вот фишка фишка реально но тойоте рад 4 гораздо ниже забор воздуха чем до похоже вообще прикол конечно молодцы и чистый вот это потемня решеточка которая тоже фирменная значит закроем капот такой тяжеленький нормально закрывается ну почти не слышно то есть так цокает как будто какой-то там вообще еле-елечный движочек погнали меньше всего я думал что он будет таким бодрым да подвеска по-прежнему такая же комфортная относительно то есть она не стала прям супер жесткой gt в подвеске ничего не появилось все то же самое нормально сглаживает эти все неровности конечно из-за пакета плохих дорог его пришлось задрать клиренс увеличить и поэтому на ходе отбоя от стрелы случаются по плотности из всего бюджетного сегмента это средняя подвеска где джеки спросите вы жить и вот он просыпается сначала он спит это джеки по полной и где-то тысяч с полутора причем все равно на какой вы передачи путь на 1 на 2 вот эти начальные то есть ты вроде бы катишься вот так вот в пробках вторую втыкаешь жмешь газ ничего не происходит вот прям секунды 3-4 ничего не происходит жми в пол не в пол то есть нету там вообще тяги нету думаешь ну блин но это вторая ладно включу в следующий раз первую включаешь первую один в один вообще ничего просто то есть он и не глохнет одновременно то есть тяга вроде бы достаточная более-менее но вот до полутора тысяч он мертвый ничего характер характер вот такой вот спящий ну бодрый мотор бодрый он бодрый даже на октаве и воспринимается когда ты ездишь переключаешь передачи она пола который легче так вообще класс 200 ньютонов момента вот теперь это достойный ответ корейцев которые можно сказать унижали ну правда немецкие лошади на механике корейские пони на автомате или на механике это разные вещи примерно одинаково ехали то есть автомат только у пола седана у нас немножко это все скрадывал потому что он не такой не супер мега расторопный но теперь у корейцев просто шансов никаких против этого движка шансов просто никаких он мега быстрый прям резвота и что самое интересное я боюсь что этим никто не ограничится да вы можете сказать что солярис можно там чипануть поставить выпуск хороший прямой 421 паук сделать там какие-то манипуляции с подачей топлива и воздуха смеси ну это совсем можно сделать проще чем здесь ничего и вы сделать не сможете это сто процентов пошел чипанул у вас 150 хотя конечно коробка самое главное чтобы держала удар принципе хороший двигатель и что самое главное удивило коробка передач достаточно четко информативная то есть и вот то что сразу я заметил я как-то идеально подхожу этому сцеплению у меня со второй передачи никаких проблем по моему не было ни разу то есть обычно вторая она такая самая сложная надо прям четко подгадать хотя бы надо немножко сколько-то притереться здесь прям идеально получается по информативности педалей пусть длинновато немножко конечно же педаль сцепления это замечаешь первые разы но в принципе немцам вот короба управления никаких проблем рулевое управление вообще одно из эталонных в этом классе с этим рулем еще удобным мне нравится прям как едет ты понимаешь что машину чувствуешь на скорости проблем не возникает и так вот она не пойми какая дорога частично осталась шлепает нормально в принципе вот она то есть по энергоемкости нормально по поведению самому по работе подвески громко обзорность не нравится мне вот это зеркало очень узкая как-то блин постоянно ты из него выпадаешь на зеркала мелковатый с обзорностью проблемы на месте никуда не делись очень важная информация для всех механика шестиступенчатая позволяет экономить вот так вот включили шестую едете 120 км в час 2300-2400 2400 оборотов 2350 в принципе вот вспоминая коробку механику на кирилл можно отметить что и та и эта коробка вас абсолютно не запаривает по поводу переключения но это сцепление например вы лучше чувствуете по моему все таки четкость переключения здесь тоже лучше ну что ДСГ друзья в ДСГ есть одна проблема это не автомат как вы знаете в пробках и при вот этих толкотне мелкой не очень на ней комфортно ехать по сравнению с механикой она добавляет характеру автомобиля кое-что свое что именно когда вы едете в пробке то вот эти все резкие перестроения точные можете о них забыть ну не перестроения а вот именно старты с низких скоростей вы вот это начальное благодаря еще оборотам тому что тяги нету там на этих низких оборотах начальные все вот эти еле-елешные они у вас ползания получаются то есть чувствуешь что не хватает по сцеплению вот этой резкости и момента сразу не хватает тоже вот на механике она действительно такая активная задорная потому что вы говорите ей когда что сделать когда переключить а здесь приходится уже спортивный режим и даже спортивный режим он прям не такой спортивный потому что передач здесь не 6 передач здесь друзья 7 это много спортивный режим ситуацию делает не сильно лучше поэтому вот какой-то прям мега спортивности как на механике ты не получаешь приходится использовать ручной режим ручной режим обратный как вы понимаете то есть к спорту имеющий мало отношения плюс от себя минус к себе давайте друзья протестируем разгон 1 2 3 погнали 40 70 2 и 100 ну и третья за 100 я не знаю как уж я с ним потягался тут или нет но зато он переключает их две а я могу вторую выкрутить как раз мне нужно переключить одну возможно возможно я его обгоню но зато идеально без пробуксовок мы стартовали это в д в спортивном режиме да мне кажется ничего не изменится тут просто газ полжет вот интересно расход по идее расход на DSG сильная сторона 7.3 тоже 7.3 в принципе средний такой режим когда и тыркаешься и едешь нужно с вами подвести итог теперь у вас гораздо больший выбор теперь вы можете взять немца который будет быстрее корейца это точно 100% при любом раскладе просто у корейцев таких двигателей нет и это главный плюс теперь еще и пола раньше это был флюс rapido помимо его формы какой-то более семейный получается бодрая быстрая машинка которая с механикой вообще уникальный выбор то есть это только пола седан и механика отличная на самом деле то есть она вас не напрягает в принципе в пробках отлично хватает тяги на низах можно даже на сцепление ехать нормально то есть не обязательно даже газ нажимать у меня проблем не возникло с механикой вообще по поводу расхода я вам должен рассказать расход это прям сильная сторона потому что сейчас у меня бортовой компьютер показывает 6,6 литра на 100 км сегодня с утра я проехал по пробкам часть маршрута а часть маршрута по нормальной дороге у меня было 7,4 7,4 смешанный режим 1,4 двигатель вот его в чем сила еще изменения как вы понимаете не кардинальные и за них просят не такие кардинальные надбавки по цене и это главный плюс потому что им удалось начальную цену сохранить на уровне топовых своих комплектаций ну чуть-чуть да подороже там плюс 30 тысяч это же прекрасно так а мы едем отдавать этот автомобиль уже потому что впереди кое-что интересное и пока выходит этот выпуск я где-то в Африке пытаюсь доехать до Дакара так что друзья следите за новостями трэш продолжается ну а мы с вами увидимся уже скоро в выпуске про Африку субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok